они не шли во имя свое они не шли во имя религии во имя философии у них не было ничего они были бедны и сами по себе слабы но тот который был в них открывал глаза слепым уши глухим поднимал парализованных воскрешил мертвых и проклятие заменял благословение потому что он был вечным богом и унес вечную жизнь в наше время это эти образы переворачиваются так же как и переворачивается значение плеча в наше время иван и петр это могут быть представителей христианской церкви которые многократно проходили мимо этих хромых иудеев мимо этих не могущих и не идущих на молитву евреев мимо тех которые уже многими поколениями от рождения не могут сами духовно ходить а если ходят то не туда и и для многих христиан настало время остановиться на пути их церковного служения на пути их обычных молитв обычных прославлений обычных занятий обычной благотворительности и поднять глаза к богу и дать возможность богу направить их глаза на еврейский народ не потому что еврейский народ уже пробудился и стал крепким и здоровым который может помочь христианской церкви о всех вопросах не потому что он уже стал тем израилем над которым зашло сияние славы божией и теперь самое время бежать к нему не потому что теперь израиль может принести много добра радости и славы и выгоды христианской церкви но именно потому что своем подавляющем большинстве еврейский народ все еще остается духовно связан парализованным но бог уже обратился и обращается к нему теперь богу нужны те его дети которые готовы остановиться на их путях и увидеть какой новый путь бог прокладывает к своему народу теперь время для многих и многих христиан евреев и украинцев и русских и белорусов и так далее так далее так далее для всех христиан из всех народов до края земли повернуться к братьям евреев и увидеть что они на самом деле не потеряны навсегда увидеть как благословение авраама исака и я кого юсипа маше давида и так далее так далее так далее сейчас начинают не спадать на израиль и войти в труд господни и присоединиться к самому господу который протягивает руку каждому еврею и И взяв его за правую руку, Шимон поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. И вскочив, он встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, их хваля Бога. А-а-а! Вот это то, что должны делать разные христиане. Конечно, я думаю, в первую очередь евреи, но далеко не только. Те, которые услышали тихий голос Божий, возвещающий, я возвращаюсь в свой народ. Утешайте, утешайте народную. Он выпил из чаши гнева намного больше, чем заслужил. Теперь наступило время спасения. Все, кто это слышал, все, кого коснулось это сострадание Божьего Израиля. Все уже не может просто идти дальше своими путями, несмотря в сторону древнего и нового Божьего народа. Они могут поступать вслед за Петром Иоанновичем. Мы можем всматриваться в наших еще неверующих еврейских братьев и сестров. Мы можем всматриваться и видеть тех, которые всматриваются в нас. Мы можем всматриваться и видеть тех, у которых Бог уже зажег искру надежды, искру жажды. Те, которые уже начали искать своего Бога за пределами ортодоксального, хасидского и прочих иудаизмов. Те, которые хотя бы стали подозревать, что вот возможно среди этих идущих мимо христиан есть истина и есть любовь. Нам нужно помочь также и им посмотреть на нас. Но только увидеть нас так, как будто бы они нас никогда не видели. Увидеть нас по-другому, увидеть нас новыми. И если не сразу, у них это получается. И если они ждут от нас самой обычной помощи, ничего страшного. И если они ждут от нас какой-то человеческой, гуманитарной помощи, ничего страшного. Если они не понимают, что мы им можем дать, ничего страшного. Главное, чтобы они начали открываться нам. Хотя они еще и пока не открываются своему Господу. Пусть они начнут открываться нам, лишь бы мы были открыты для Божьей любви к ним. Тогда эта любовь начнет что-то менять внутри них. Тогда эта любовь станет той силой и властью в нас, которая даст нам возможность взять за руку парализованных, взять за руку слепых, взять за руку разбитых, взять за руку пораженных, взять за руку тех, которые упали или же от ниц, и начать поднимать их не просто к нам, но уже к самому Господу. И когда наступает этот этап, когда мы уже можем поднимать их, когда мы говорим им, самое главное, что мы можем дать вам, не золото, не серебро, не то, что вы от нас ожидали, даже в душевном плане. Потому что если мы можем вам это дать, но не это главное, ради чего мы нужны вам. Самое главное, это тот, который нас привел к вам. Самое главное, это тот, который знал вас еще до вашего рождения. Самое главное, это тот, который любит вас несравненно больше, чем мы можем полюбить вас. И который сейчас говорит, встань и ходи, дорогой, поднимайся, дорогая. Настало время восстания из мертвых. Настало время сбросить себя от цепей. Настало время разбить ярмо рабства. Настало время разорвать пелену. Настало время увидеть предвечный свет. Предвечный, но в эту минуту изливающийся к вам. И тогда вдруг укрепились его ступни и колено. И что-то начнет всегда происходить вдруг. Как бы постепенно мы не открывались им и они навстречу нам, всегда будет это вдруг. Всегда придет такой момент, которого не только они не ждали, но и мы не ждали. Который будет чудом не только для них, но будет чудом для нас. Потому что Бог приготовил в этом служении евреям невероятные сюрпризы благодати. Потому что Бог приготовил то, что мы не можем даже представить себе сейчас. Это был первый, который после сообществия Духа Божьего на них таким чудотворным образом был исцелен. И обратите внимание, он сидел все годы, когда Ишуа с ними ходил там. И никто его не исцелил. Ни Ишуа, ни они. И вот здесь настало время спасти. И такое же придет, когда мы увидим, что служение Израилю – это новый уровень свободы в Духе Божьем. Это новый уровень власти, здорованный Ишуа. Это новый уровень посвящения нашему Отцу. И когда мы начнем жить на этом уровне, мы будем сами потрясены к тому, что Бог будет делать через нас. И мы будем просто потрясены к тому, что будет происходить со вчерашними еврейскими скептиками, сыниками, равнодушными, религиозными, одним словом, на разные лады потерянными. И когда наши еврейские братья и сестры начнут, на самом деле, становятся наши братья и сестры, когда вскочил, поднявшись, просто прыгнув в Господу, они станут прямо, и начнут сначала ходить, а потом уже и скакать, и танцевать, и бежать за Господом. Бежать сначала за нами, потом за Господом. И когда, возможно, они будут опережать нас, мы будем просто наслаждаться Божьим присутствием. Мы не будем бояться их конкуренции. Мы будем знать, настало их время. И это для нас уже награда на землю. И через этих отдельных, спасенных, преображенных, исполненных благодати, ликующих, смелых, не просто исцеленных, но смелых, вошедших в предназначенную им первым свободу. Евреям начнется то, что началось тогда, 9 стих. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Страх Божий, потрясение, шок, изумление будет распространяться среди евреев, когда те, которые считались самыми циничными, самыми безнадежными, самыми далекими от Бога из них, самыми, самыми заощренными интеллектом или наоборот, самой черной душой будут невероятно преображены Божьей любовью и будут подняты и будут устремлены к Богу. И они будут видеть этих храмых парализованных слепых и глухих ликующими, скачущими, ходящими, входящими в небесный храм, в то небесное святилище, которое уже не требует земного святилища. В ту небесную скинию, где все оригинал Божий и все всегда в первую очередь для Израиля. Тогда другие евреи будут поставлены перед необходимостью что-то еще. И они уже не смогут отсиживаться на удобных для них позициях невмешательства, скепсиса, позициях зрителей, которые не хотят быть ни в сих ни в тых, а хотят оценивать и тех и других, имея право быть независимыми судьями. Время арбитража независимого судейства, которые так распространены среди евреев, близится к концу, они поймут, если они не откроются и не сдадутся таки. Они сами и мы как раз уже не всегда окажутся ведьми гнева. И так как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломон. Друзья мои, и тогда это чудо пробуждено. Вы понимаете, это не значит, что нужно нужно будет каждого человека подолгу обрабатывать, обмусоливать, обсасывать и уговаривать. Бог будет показывать нам места точечных ударов его духа. Мы будем стрелять как снайперы. Мы не будем ходить с двух стволкой, трех стволкой, шести стволкой и семи хвосткой и стрелять дробью, надеясь, что может хоть одна дробинка какого-то воробья попадет. Мы будем поражать как раз те сердца, которые станут детонаторами массового Божьего взрыва среди еврейского народа. Не потому, что мы такие умные, мы будем знать это. Не потому, что у нас ценный опыт. Любой нынешний мессианский опыт. Ничто по сравнению с тем, что приближаются. Идут разговоры несколько лет о киевской общине. Друзья, по сравнению с тем, что будет. это жалкая предварительная детсадовская группа. По сравнению с университетом Патрисой Лу-Мунду. Университетом для всех народов. Вот что такое киевская мессианская община. Поэтому вы можете на нее не обращать внимания. Если вам что-то она поможет, можете взять от нас. Но, друзья мои, то, что приближается, та слава, которая приближается, которая вот-вот уже на пороге, и в которую мы призваны войти, сделает смешным даже упоминанием о таком уровне служения, который был кое-как достигнут киев. Люди будут сбегаться, евреи будут сбегаться, евреи будут мчаться, они будут опережать друг друга, они в хорошем смысле будут расталкивать друг друга, потому что мы будем попадать в цель, потому что мы уже будем вводимы не своим умом, не своим опытом, не своими понятиями. Мы как поют сейчас. Махинации они, коррупции они, понятия они. Все. наши понятия не и только один Бог, сияющий в центре нашего духовного внимания. Только его свет будет тем светом, которым мы будем видеть всякий свет. И мы сможем различать во свете Божьем, где свет, а где тьма. И никакой ложный свет уже не обманет нас. Потому что Бог будет нашим фокусом, нашим первым планом. И его благодать, его любовь будет фоном этого первого плана. И все остальное будет проистекать из этого. И как он захочет, так и будет поворачивать нас. Потому что наша жестоковынность, жестокомордность, тупорельность отойдет в прошлое, все разделения и игры религиозные, политические, идеологические, социальные, экономические станут смешными для нас, когда мы повернемся к Богу и вместе с Ним, к Его народу и увидим то, что уже сейчас излучают Его глаза. там хромые ходят, парализованные ходят, слепые прозревают, прокаженные очищаются, нищим благовествуются. Вы не задумывались вообще над этим? Почему это в ряду чудес вообще? Что это такое? А это действительно было чудо. это разрывало вообще привычные понятия, подрывало устои. Потому что нищим не благовествовалось. Нищим не благовествовалось. Нищие они и есть нищие. Что с них взять? Во всех как бы смыслах. А здесь Евангелие в первую очередь было направлено как раз к бедным, к нищим. И одно из ответвлений мессианского иудаизма во втором веке называлось эвианитой. То есть нищие. или нищенствующие. Они очень остро как бы прямо понимали многочисленные высказывания Ишуа. Не только его, а о том, что трудно богатым в этой царственной гости. что богатым гораздо легче надеяться на богатство, чем на Бога. когда Ишуа сказал это ученикам, они уже были подготовлены вроде бы, уже был в районе мере разгар его служения. длительное время ходили с ним. Но когда он это сказал, написано, что ученики ужасны. такая реакция учеников приведена насколько я помню трех случаях. Когда Ишуа говорил, что трудно богатому войти в царство, легче верблюда. когда Ишуа говорил о том, что его ожидали, мучения и казни, и когда Ишуа говорил о том, что нельзя человеку разводиться. вот когда были эти три наставления, написано, что ученики, это привело учеников в ужас. И может быть опять для нас непонятно, потому что мы уже знаем новозаветный контекст очень но тогда это переворачивало восприятие, потому что на самом деле считалось, что именно богатым, богатым, естественным, богатым, которые уже под благословением Божьим, на которых уже благодейщая Божья рука, и которые могут отдавать время изучению Торе, которые могут отдавать время посвящать его изучением традиций и прочее, прочее. Вот именно им в первую очередь предпочтительно входить в царство Божье. Вот как раз нищие это. Тут все переворачивалось. Это действительно важный, очень важный момент. Очень важный момент. и так Иешуа провозгласил и начал делом подтверждать новый подход к обучению. Он даже заявил мудрецам раввинам, он даже заявил духовным вождям Израиля, что мытари и блудницы прежде вас идут в царство небесное. вообще было возмутительно с точки зрения духовных вождей. И не только вождей. Опять-таки шкандаль. Как я говорила Проня Прокопова. Да, он на самом деле что очень интересно. Он готовил изменения в принципе подхода духовного наставничества, учительства, духовного водительства в Израиле. И он провозгласил себя единственным посредником. Фактически. Потом это было сформулировано. Мы видим это в деяниях и посланиях. но фактически он себя провозил единственным из. Тем самым постепенно он отменил первенствующую роль садукеев, парисеев, книжников во всех духовных вопросах. Он не сразу это делал, он постепенно был. Постепенно. хотя оставлял за ними право издавать определенные наставления и до поры до времени говорил народу, чтобы тот исполнял ступенчатое восхождение к свободе. Таким образом формировался новый миссианский подход к отношениям с Богом, к отношениям с духовной властью, к пониманию духовной власти, к отношениям внутри народа. И во всех этих отношениях миссия должен был остаться. что в общем-то соответствовало взглядам на миссию в израильском обществе, соответствовал. Неоднократно его противники в определенном смысле понимали его лучше, чем его ученики. Помните? за что же вы хотите убить за то, что ты делаешь себя равным Богу? Они правильно понимали. То, что ученики не понимали. Вот. Да, он действительно Ишуа подготовил новый иудаизм. Иудаизм нового завета. Он не раскрыл его до конца сам лично. Он предназначил некоторых других людей делать, которым он впоследствии это раскрыл, которые уже раскрылся. Он подготовил лично в будущем на земле раскрытие иудаизма нового завета. Мы видим, что процесс обучения большая часть заповедей это были они были направлены на телесную жизнь человека. очень сильное сосредоточение было на ритуальной жизни людей. И собственно говоря вот это этот комплекс митцвот которые прежде всего описывали конкретные действия человека в этом мире. Они первоначально были даны самим Богом. Потому что еврейский народ находился в младенчестве и даже этот избранный народ естественно не был готов сразу к завету если так можно выразить завету благодати. Но в течение этого большого времени со времен Моисея до прихода Мессии в еврейском народе постоянно происходила подготовка. Постоянно происходила подготовка. Подготовка именно к приходу Мессии который должен был прийти когда исполнилась полнота времен. Выражение это многозначное но один из его смыслов этого выражения то что в народе Божьем среди в народе Божьем среди части евреев созрело понимание того что даже скрупулезное внешнее следование заповедей не дает реального глубокого выхода не приводит к прорыву в свободу не соединяет с Богом так как должно было бы быть потому что не меняет сердце. Это все подготавливало народ. Собственно для того и нужны были эти жертвы в частности чтобы перекрывать неудачу еврейской жизни следований этому комплексу митцот этому комплексу заповедей. Жертвы большая их часть я не говорю например о жертвах благодарения жертвах усердия мирных жертв я не говорю об жертвах всесожжения в определенном смысле но большая часть жертв и различных очищений омовений была как раз направлена на то чтобы перекрыть грехи ошибки неудачи в следовании заповедей. Если так можно выразиться перекрыть. И вот ко времени прихода мессии в народе уже созрела здоровое отчаяние. Потому что народ в своем подавляющем большинстве уже не искушался прямыми белопоклонствами. Не искушался многобожием. Не искушался теми вещами за которые был разрушен первый храм. вроде бы народ жил цельной иудейской жизнью. Но на самом деле внутри приходило понимание того что это жизнь недостаточная. Это жизнь предварительная. Есть нечто гораздо большее. другое. и вот то другое это то во что хочет вести Бог. И параллельно развивалось представление о мессии. И ожидание мессии становилось все более напряженным. Все более таким горячим и все яснее люди понимали что этот мессия должен быть избавителем народа. и не только внешне. Ожидали внешнего избавления это безусловно. Но все больше понимали что он также избавит народ от грехов его. Вы помните начало Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. Да Евангелия от Матфея 1 глава 21 стих Родить же сына и наречешь ему имя Ишуа Это одно из таких сильнейших мест которые показывают что конечно Евангелие было написано на еврейском языке и что первоначально там употреблялось имя Ишуа а никак не Иисус. Но опять-таки хочу сказать сейчас в части это важное отвлечение я использую эти отвлечения чтобы действительно имя Иисус не имеет само по себе смыслового значения. Имя Иисус это греческая калькас имя Ишуа но дорогие люди среди части мессианского движения есть распространяется какая-то странная штука люди начинают заклинать себя и других говорят что нужно употреблять только имеющего все включая христиан говорят Иисус они на самом деле они не призывают имя Господа и прочие глупости имя ввиду наши мессанские братья которые это подтверждают только Ишу только Ишу Иисус это вообще другой Бог это уже честно говоря просто ересь граничащая с кощунством потому что конечно если мы возьмем каких-то там людей которые верят в многобожие и один из их богов Иисус это другое дело но имя Иисус это канонические новозаветные имя причем появилось оно еще до рождения Иисуса Ишу потому что до рождения его уже была септуагинта и там это имя это просто греческое выражение имя Ишу или Иегашу поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться вот этой вот законнической давке и запрещать себе и другим произносить имя Иисус конечно опять таки имя Ишу оно наполнено смыслом потому что оно значит спасение или спаситель или бог спаситель но мы можем тем более верующие из обычных христианских церквей нормально использовать имя Иисус и бог будет также отвечать с этим понятно да есть какие-то вопросы это важное отступление потому что это уже докатилось до Украины я говорил с некоторыми людьми которые с наполненными болью глазами говорили мне я больше не могу говорить Иисус я не могу когда вот это бессмысленное имя что с вами и глаза такие дурноватенькие знаете это ерунда вообще не поддавайтесь на это какой-то сектантской юридической тему которая будет отделять вас от тела миссии и противопоставлять вас другим верующим но здесь правильно написано ему имя Иешуа это конечно правильно потому что он спасет людей своих от грехов ясно что имя Иисус не могло таким образом объясняться потому что у него этого значения и никакого другого смысла нет и вот это очень важный момент перед перед рождением Иешу Господь предупредил что главное от чего он спасет людей своих от грехов нет римлян нет других захватчиков а от их грехов это конечно очень серьезно и поверьте что это не был полный шок вообще для тогдашних иудеев потому что они уже к этому были готовы и они уже искали это то есть Ишуа пришел на подготовленную почву Ишуа пришел на подготовленную почву вот а все сие произошло да сбудется сказанное Господом через пророка который говорит вот дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Мануил что значит с нами Бог и тут еще одно объяснение того кто это будет еще одно объяснение что это Бог воплощается таким образом Ишуа пришел в подготовленное время он пришел когда множество искренних верующих еврейском народе искали не просто внешнего но внутреннего избавления искали перемены жизни изнутри вы помните что апостол Павел пишет послание Кримен 7 главе что он обнаружил что нет его плоти ничего доброго хотя изо всех сил будучи искренним фарисеем пытался исполнить закон он обнаружил что внутри он разрывается и часто когда хочет доброго получается у него недоброе и часто хотя он все понимает и собирается сделать хорошее получается нехорошее и это это тут глубочайший внутренний конфликт который который помог Господу обратить к себе многие и на самом деле все традиционные церкви выработали свои ритуальные законы и как это не ужасно мы об этом тоже говорили дошло до того что в церквах во многих ритуальная часть и абстрактно догматическая часть стала важнее нравственной то есть тех заповедей той жизни которая связана с жизнью других людей и первоочередно духовно то есть заповеди любви к Богу и личных глубоких отношений вы помните причины раскола в русском православии помните да а основные причины вы не помните насчет субботы я сильно сомневаюсь может какие-то из них трое перстей и двуперстей потому что древнее древнее благочестие так называемое российское предполагало двуперстное знамение практически как в католичестве по-моему а было введено новое трех перцов затем вместо сугубой аллилуйи то есть двойной водилось три губы то есть три раза повторялось и там еще некоторые такие вещи и это было связано с исправлением с исправлением богослужебных книг и это родило грандиозный раскол в церкви с десятками тысяч мучеников понимаете да если бы мессианская новозаветная теология не было оставлено традиционной церкви такое было бы просто невозможно просто бы невозможно потому что какие-то внешние постановления связанные с литургией ритуалами обрядами одеждой если мы читаем новый завет для верующих носили только вспомогательный очень вспомогательный временный и местный не более не более хорошо это такой важный момент который отличает мессианскую новозаветную теологию не только традиционной иудейской но и традиционной христианской мессианский иудаизм когда он берет что-то в новом завете он показывает это не просто как нечто отрывочное но он показывает это в исторической перспективе если он берет что-то обновленное он показывает корни этого обновленного в древнем он показывает историческое и духовное единство скажем так мессианской общины с древней с древней еврейской общины он показывает единство нового завета со старым заветом и показывает что старым может называться только та часть завета которая упразднена а на самом деле Танах не есть старый Танах навсегда есть такая же богодухновенная книга как книги нового завета он показывает что история верующих нового завета евреев и неевреев она неотделима от истории еврейского народа и она вытекает из нее поэтому мы можем сказать ну так вот во многих церквах это слава богу значит в той мере в какой это показывается церкви держатся этой стороны мессианского иудаизма я же не говорю что полное абсолютное вообще полное абсолютное это марки он хотел устроить отрезать вообще ветхий завет отрезать Танах полностью и даже новый завет обкарнать по возможности оставить только послание апостола Павла такой был радикал и вот понятно что есть правильные скажем правильные положения связанные с мессианским иудаизмом современной христианской теологии историей вернее историографии и так далее других этих церковных науках о которых мы вначале говорили да я сейчас сказал что-то что может послужить подсказкой кому-то я упомянул церковные науки ну может быть кто-то вспомнит о чем мы говорили да философия то есть мессианский иудаизм это не философия правда да это живое вероучение живое вероучение живая вера построенная всецело на живом божьем слое да ну всегда действительно мы видим что бог искал тех которые захотят принять великое благословение и премия его избранничества да помните мы говорили о том что господь избрал Авраама и Схака и Якова с каждым из них он как бы заново заключал этот завет обновляя его каждый из них должен был сделать выбор и эти благословения завета распространяются на всех которые захотят войти в завет бога с патриархом и возвращение народа к богу не значит просто создание отдельной веры отдельной религии но это восхождение к тому первоначальному завету по новому это восстановление полноте завета с Авраамом и Схаком и Яковом по новому переворот пришедший произошел одно из главных направлений обучения и обучение из элитарного превратилось в очень демократическое и мало того это не значило что те кто раньше считался наиболее подготовлен к обучению те кто раньше считался предпочтительными учениками они потеряли свои шансы нет у них у них были такие же возможности просто по своему социальному экономическому положению религиозному статусу у них было меньше причин стремиться войти в новый завет бога с Израилем им хватало старого им нравилось то в чем они находились потому что это то в чем они находились то старое давало им прочность и в социальном и в экономическом и в религиозном и в других отношениях а новое обозначало что все основания старой жизни считаются близки к разрушению и только бог может установить новое то есть на самом деле господь показал что именно те которые отвержены человеками наиболее близки не потому что он меньше любит не отвержен но потому что отвержены они действительно действительно жаждут его любви я подчеркиваю и снова и снова я хочу вам сказать первый же год нашей общины я понял что еврейская мессианская община которая нацелена на самый отверженный всех народов тот народ который был как бы наиболее превознесенным но потом когда в большинстве своем отверг бога то среди народов он стал наиболее отвержен ни один народ не прошел такой страшный опыт отверженности всех видов во всех областях человеческой жизни как и в войсках и это в точности соответствует предупреждению Моисея в точности соответствует предупреждению Моисея и служение еврейскому народу это служение наиболее отверженное не только в национально-религиозном плане ну вообще я понял что если мы хотим быть успешными в отношении евреев мы должны фокусироваться также на отверженных социальных отверженных экономических тех которые в самом низу общества и мы начали думать у бедных мы начали думать о наркоманах и несмотря на то что не всегда мы достаточно внимания уделяли я думаю сейчас мы уделяемся больше и больше последние полтора-два года у нас появились центры которых раньше не было сейчас три в Киеве и четыре за пределами Киева и начало служения заключенных которого раньше не было о котором я знал с самого начала общины служения бездомных детям и регулярно ходят в больницы причем тяжелые в частности в Чернобыльских госпитах для детей с болезненными кровью не могу сказать что это для всех легко многие наши служители просто были потрясены особенно знаете когда вы подружились с семьей мама ребенок потом ребенок все таки умер страшный шок и один из руководителей этого сооружения у нас просто после смерти одного ребенка он не смог его провожать он взял отпуск и на пару месяцев он как бы выбил в таком он был шок хотя там же чудотворные слезы там же умирающие дети были восстановлены богами но не все сколько практически все дети со смертельными болезнями то потом когда кто-то умирает это ужасно и вы знаете это для меня показывает тяжелые стороны еврейского служения потому что еврейское служение это не только конфитюр и не только восторг это еще испытание и это реальная возможность получить капитальную капитальную отверженность потому что когда ты со всей душой что называется обращаешься к братьям евреям они тебя посылают в основном в мягкой форме но посылают и когда над тобой надо смеяться ты сумасшедший ты уверен уверовал в это и что ты не примитивный какой-то жизнь интеллигент как ты можешь когда ты беседуешь все время нормально беседуешь и вообще рассуждаешь на разное богословство хилософские цены потом ты говоришь кстати у нас Бог на прошлой неделе нас садил например 80 человек говорит что разворачивается и когда ты только заговариваешь о сверхъестественном планка западает и все ты думаешь как же так я же сказал ему самое восхитительное что произошло на прошлой неделе а он так опренировался тяжело никогда не запрошил когда приходят люди получают помощь и все и все и все а потом просто раз и исчезли потому что например перестали получать помощь ты понимаешь что они приходили только ради помощи именно друг другой не просто когда человек за которого ты молился опять таки за исцеление вдруг умирает чем да любопытная еще одна возможность для отверженности в юристом струбе у нас некоторые еврейские семьи были с людьми с обоих тяжелых всяких форм зависимости болезни я помню одного парня ну парня ему было лет сорок и его жена приводила все время почему жена приводила то же самое не ходил ну как бы он ходил но он был вообще как сам нам был он не выходил с самих домов у него была такая тяжелая форма психического заболевания он был в тех обе и жена его приводила подводила ко мне после каждого служения на служении ничего не происходит я молился ничего не происходит и это продолжалось неделю вторую треть четверть пятнадцать восемь девятый десятый одиннадцатый дождь вот так она перестала что сделать и там меня приглашают на один регион и там говорят у одного брата большая еврейская группа как-то участвовать что там одни евреи и она умножилась сейчас та группа большая и он ведет сейчас и вторую группу и обе полностью еврейские кто где-то человек там 10 новый человек 8 они развиваются и я приезжаю на этот ну просто не рассказываю я сейчас я приезжаю мы беседуем с этим руководителем групп и к концу вечера до меня доходит что этот успешный руководитель еврейских групп это тот самый сам нам который не говорил смотрел только вот так который сам не перемещался пусть Бог полностью освободил его волю разум душу исцелил а по его молитвам от рака исцелилась его сестра от рака исцелилась его точно это подтвержденный каких-то онкологических заболеваний по полной программе еще другие и потом раз они собираются езжать в америку потому что конечно у них приглашения были раньше но они не могли никуда приехать и ты понимаешь что если бы он не настолько был полностью освобожден из силы мы же не бы еще здесь служили и вся эта семья которая уже большая еврейская спасенная из которых уже не только он служит уже сестра уже жена началась уже там что-то ну вот и у всех плоды раз поднялись причем как-то быстро даже не предупреждены знаете ну тоже такая специфическая дружица не за все но это нормально это нормально это даже вы знаете способствует развитию любви доверия к Богу и ты понимаешь что ты не можешь в первую очередь любить человека в первую очередь ты всегда должен любить Бога и твое доверие должно быть всегда к Нему тогда Он даст тебе глубокую и защищенную любовь человека если человек не примет твою любовь или обманет твою любовь или предаст тебя или окажется по-другому недостойным твоей любви и так далее и так далее и так далее ты не будешь выбить искали и тебе будет больно там будут приходить какие-то отрицательные эмоции но поскольку основание вдвоем не в человеческой любви а в любви божьей то ты можешь служить всем и каждому независимо от того как все и каждому это очень очень хорошее воспитывающее служение отверженным людям это прекрасность оно дает возможность возрастать так как вы пожалуй по-другому не возрастает и еще одно это невыгодно если оно воспитывает действительно бескрысный выгод хорошо значит смотрите миссианские теории в своих основания через весь новый выгод это теология теология бескорыстна и это теология в которой Божья любовь появилась в полном скажите пожалуйста если у нас третий завод будет ли у нас третий завод а как же Виссариум провозвесен третьего завета себе много много будет тех которые провозгласят третий завет и забыли многие будут под именем миссии и уже приходили но у нас не будет третьего завета никакого у нас есть полная Библия завершенная Бог и естественно раз у нас есть полная Библия то в ней есть полнота да полнота Божьего Слова естественно если в ней есть полнота Божьего Слова то в ней есть полнота Божьего образца да И всякий иной образец, и всякое иное слово должны входить в эту полноту и раскрывать ее, но никак ей не противоречит. Правильно? О, а значит, тот образец, который у нас есть в Новом Завете, он образец для всех верующих Нового Завета на все времена и любых обстоятельствах во всех народах. Но, друзья, скажите, пожалуйста, а какой же православный, католический, лютеранский, евангелистко-харизматический, еврейско-мессианский? И мы с вами говорили, что даже в отношении общин в России, которые в большинстве состояли из Гаидни, мы даже говорили с вами, что все эти общины так или иначе, по самому характеру жизни, характеру веры, по строю их служения Бога, они были и еврейскими и мессианскими общинами. Они были еврейскими и мессианскими общинами. Итак, значит, для всех христиан и всех действительно считающих Библию абсолютно главной основой своей жизни, еврейский, еврейский, мессианский образец является основой поводящей. Ага, 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 вот оно так. То есть, так или иначе, все христианские, самые, что ни на есть, не еврейские цели, которые пытались, пытаются и будут пытаться жить по Писанию, не имеют возможности по большому счету сравнивать свои жизни с другими образцами, я имею в виду, эталонными образцами, кроме еврейских и мессианских образцов. Потому что даже в Каримфе не это еврейское и мессианское образцов. И когда Павел пишет им о хлебопреломлении, он пишет в категориях поиска. И не зная особенностей Седера, нельзя понять вообще некоторые важнейшие детали того, что он им пишет. Когда он им дает сравнение Иешуа с Пасхой, говорит о квасном, говорит об опреснотах, он совершенно очевидно апеллирует к пониманию того очищения, которое производилось перед Пасхой. Есть другие моменты, просто явные. То есть, даже самое-самое, что у него есть, не еврейские общины тогда, все равно были еврейские и мессианские. Понимаете, это очень трудно осознать. И даже последняя книга откровеет апокалипсиси. Вы помните? Они говорят о себе, что они суд иудеи. А о ком речь идет? Там речь идет о верующих, но которые уклонились. И что пишет автор книги через него Дух Святой? Дух Святой не говорит. Вот именно, они иудеи, а должны были бы быть христианами. Нет. Он говорит. Брешт. На самом деле они не иудеи. Они не истинные иудеи. Вы понимаете? То есть, весь Новый Завет, весь Новый Завет, он говорит, что все верующие в Мишу должны быть истинными иудеями и жить в правильном мессианском иудестве. Поэтому восстановление мессианского иудеизма праведного Новозаветного Сибири. Есть восстановление полной Библии как основания всей жизни тела Мессии. И обратно. Восстановление полной Библии как основания жизни верующих неминуемо становится восстановлением мессианского иудеизма. Естественно, есть разница. Есть разница между теми общинами, которые возвращаются к еврейским корням, восстанавливая правильное Новозаветнее понимание в Ишуа всей Библии, возвращаясь к любви к Израилю, благословляя Божий народ, избавляясь от остатков антисемитских проклятий. Тем не менее в своем служении обращены ко всем людям безразличия. Есть разница между такими церквами и разница между теми скажем церквами, которые еще и в своем служении фокусируются в первую очередь на евре. Именно в этом смысле мы можем назвать еврейские мессианские общины еврейскими мессианскими. Еврейские служения в деле мессии мы можем назвать еврейскими. это не значит что всем остальным должно быть по барабану все еврейское. И только нам интересно. И мы как большевики подпольщики собравшись обсуждаем наши еврейские интересы и боимся что нагрянут нагрянет святая инквизиция и выведет нас на чистую воду. Вся церковь должна быть преображена в этом великом эстамантеле. Вся церковь должна быть преображена просто разный фокус разные приоритеты в служении. это нормально что разные приоритеты остаются. Хорошо. Так. Угу. Угу. Так. Дорогие друзья. Теперь у меня к вам поздно. Пожалуйста. Каждый местописание которое показывает нам связь судеб народов с судьбой еврейского народа. Пожалуйста поднимайте руку и зачитывайте. Пожалуйста. 11-16. 11-16. Ааа перехватило. Аааа. Выборщ Олег. Чтай. Ну что же. На, на, на. Получается церковь держит 1-16. Аааа. 11-16. Аааа. А я 1-16. Ибо я не стыжусь по арестованию Христова потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему во-первых и и во-вторых есть. То есть благовествование согласно евангельскому порядку должно быть направлено к евреям во-первых. А какая связь с другими народами? Потом и эллина. Таким образом благовествование другим народам не только в те времена но и во все времена согласно евангельскому образу должно быть увязано с благовествованием евреям. Так или иначе. Так или иначе. Какое-то подтверждение этому месту есть? Да. А? Какое-то подтверждение этому месту есть? Божия именно на два месяца. Ага. Напротив славы и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых людей и потом не елены. Да. И перед этим? Я привожу вот это местописание обычно когда на разных христианских конференциях или церква говорю и друзья мои есть среди христианских богослов понимание временам 116 да это было тогда вот в начале во-первых тогда это было так а потом все уже евреи евреи отверглись доставать и я тогда привожу сразу из второй главы этого же послания как вы помните и это это то что вторая глава отделена первой никаких разделений не было я говорю а здесь когда закончилось здесь явно что это общий порядок на все времена получается вот а раз так то естественно естественно кому мы прежде всего даже если бы не было евреи не были бы не оставались избранным народом в планах божьих которые бы не влияли на судьбы других народов от которых многое-многое бы не зависело во всем мире и от их спасения но просто из нормальной любви сострадания и человеколюбия вообще естественно в первую очередь благовествовать тем которые не приняв благовестия оказываются в худшем положении чем остальные правда а приняв благовестия оказываются в большей степени чем остальные переносчиками и распространителями благословений просто по справедливости общечеловеческой даже еще какие подтверждения этого места да пожалуйста римлян 11-15 это может быть может быть одно из сильнейших во всей библии место которое ничего не показывает четко что же это будет просто ясно по крайней мере ясно что здесь говорится о том что массовое возвращение евреев еще приведет к некоему невероятному духовному взрыву по всей земле среди всего человечества для всего мира и произойдет что-то такое что прямо как воскрешение из мертвых можно разные оценки давать этому месту писания но с моей точки зрения очевидно что в первую очередь здесь говорится о церкви что возвращение евреев приведет к небывалому пробуждению в церкви Божией и церковь Божия на самом деле не по названию массово станет Божией и распространится широко именно как живая воскресшая из мертвых ликующая победоносная церковь это а еще кое подтверждение запросите и и до его ман российская предыдущий. Хорошо. Так, понятно. Здесь есть ряд подтверждений. В 11-й говорят ряд подтверждений этого. И кроме того, мы читали вчера подтверждение из Исаии. Можем прочесть еще из Исаии в руки пророка. Хорошо. Хорошо. Понятно. Еще какие места Писания связывают судьбу евреев, вернее, судьбу народов, судьбу евреев? Исаия 2-2. Исаия 2-2, пожалуйста. Будут последние дни городона Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и придут многие народы и скажут, придите вас в расследенную гору Господню, в дом Бога Якова, и научит он нас своим путям, и будет ходить пости за него, ибо от всего нам выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Очень. Это одно из величайших пророчеств, которые начали исполнять на своем завете, на него напрямую есть ссылки в новом завете, но, друзья, мы еще раз говорю, есть такие пророчества, описания, которые начали исполняться, и потом были как бы прерваны в своем исполнении, приостановлены. Их исполнение было как бы законсервировано даже на многие века. И мы с вами живем в то время, когда Бог размораживает эти пророчества, и снова продолжается их исполнение. Снова продолжается их исполнение. И это одно из них. Гора Дома Господня поднята во главу, будет поднята во главу всех гор. Это отчасти произошло около двух тысяч лет тому назад. и уже Слово Божье вышло из Иерусалима. И Тора Божья стала распространяться оттуда. Она стала распространяться как обновленная Тора. Тора нового завета. Но включая в себя и написанную первоначальную Тора. Вот. Но потом, потом гора Дома Господня стала ниже всех гор. Но это не план Божий. Это не план Божий. И Бог предупреждал, что в конце времен опять гора Дома Господня, опять Иерусалим, опять Израиль будет подниматься и начнет сиять среди народа. И уже не будет восприниматься как темное пятно, но наоборот как светильник вечной славы. И народы, как мы читали в других пророчествах Исаии, потекут к этому свету, потекут к этой славе. И будут народы будут призывать друг друга пойдем и научимся. слышите, да? Народы, не просто некоторые люди, а народы будут учиться у Израиля Божьего, как это было 2000 лет тому назад, но только на более высоком уровне, в большей мере. Народы будут учиться. и Израиль уже не будет превозноситься над народами, потому что это будет мессианский остаток, который будет понимать, что он никак не выше других, потому что он будет понимать свое особенное предназначение в любви еще ко всем. И это особенное предназначение не будет питать его гордость. но даже смирение и как бы не возвышал его Господь по милости его, по мере того, как Господь будет его возвышать, мессианский Израиль будет смиряться в своих глазах и служить спасению народа. Еще какие-то есть? Геремея 33 быстро прочитаем. И будет для меня Иерусалим с радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся и застрепечат от всех благодеяний и всего благодетствия, которое я доставлю ему. А там сравнение дальше есть? Дальше так говорит Господь на этом месте о котором вы говорите оно пусто без людей и без скота в городах иудейских и на улицах Иерусалима которые пусты без людей без жителей без скота опять будет слышен голос радости и голос веселья. То есть речь идет о том что опустошенная земля опустошенный Иерусалим оскверленный город оскверленная земля так как они были поражения и проклятия станут примером победы и благословения для всех народов земли и люди будут видеть что Бог вернулся в свой народ как об этом говорится у пророков они просто будут говорить что вот Бог возвращается к своему наследию и затрепещут сердца народа от тех чудесных благословений которыми явно перед лицом всех Бог благословит свой остаток еще хорошо прочитаю спасенные народы будут ходить во свете его и зарезенные принесут в него славу и честь это о чем и и и и чуть-чуть раньше прочитай и и город не умеет нужды ни в солнце ни в луне для освящения своего ибо слава божия освятила его освятил его армию небесные 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 вот я поэтому авнос 9 глава 1112 стих тот день я вас помогу сфинью забилу пашу заделай трещин дни и разрушена восстановлю и устрою ее как бедвину чтобы они обладили остатками и дома и всеми налогами между которыми возвестится имя мое говорит господь мяшет все это хорошо это то местописание на основе которых было построено все все что я говорил здесь три года назад вот это местописание из Амос и до которого я может быть чуть-чуть только доберусь сегодня а вы уже дальше будете сами разбираться но я тут уже думал что скоро мы закончим книгу на тему Моса 9 11 и так далее вот думаю что будет интересно хорошо еще да 2 12 и так что вы были в то время без христа отчуждены от общества израильского чужды заветного обетования не имели надежды и были безбожники в мире а теперь во христе Иисусе вы бывшие не тогда далеко стали близки к роду да то есть бог показывает что спасение язычников произошло через присоединение к Божьему израилу не каким-то отдельным путем только через присоединение к Божьему израилу хорошо ну мы на этом приостановим вот я очень рад большое вам спасибо я думаю вы еще нашли и мы с вами вернемся в третью главу Деяния апостола скажу мы многое разобрали из того из того что здесь говорили о мессианской теологии просто многое то что я говорил я не говорил вот это пункт 8А мессианской теологии а вот это раздел Б прим введение мессианской теологии я этого не говорил но оно все относилось я очень рассчитывал и рассчитываю на то что вы будете просматривать вы будете в этом разбираться и вы будете определять для себя Да, одна из моих целей, не дать вам законченное, оформленное выражение, хотя бы даже каркас мессианской теологии, потому что эта теология только формируется, эта теология строится в наше время. И мы с вами участники созидания этого божьего еврейского богословствования. Я именно говорю богословствование, потому что богословствование это процесс, это то, что происходит, развивается и растет. Богословие может иметь вид, само слово обычно понимается, как законченная система догматов, доктрин распределенных по полочкам и жестко увязанных друг с другом. А я как раз и хотел показать, что еврейская мессианская теология не такова. Не такова, не такова. И многое в иудейской ортодоксальной теологии, это заимствование из христианской традиционной теологии. Когда раввины пришли к выводу, что успехи христианской церкви в многом связаны с тем, что христианская церковь использовала эллинистический дискурсивный аппарат. Можно сказать так, понятийный аппарат, что христианская традиционная теология использовала эллинистический, западноевропейский, логический, методологический, философский аппарат для того, чтобы построить стройную систему мировоззрения. И раввины тышком-нышком начали заимствовать эти методы. Например, 13 принципов Маймонида, это уже типично западный образ мышления, типичное распределение по пунктам. Это уже то, что за века до этого освоила церковная теология. И, например, вообще труд Маймонида, Море не бухин, не надо бухать. Хава не ранен, а Море не бухин, как мне катается правильным. То есть, путеводитель колеблющихся, это книга, которая систематизирует богословие тогдашнего иудаизма. Но многие раввины, многие вообще мудрецы иудаизма были не готовы к такому, и поэтому многие отвергли. Но нынешний иудаизм все это принял. В этом есть полезные моменты, полезные вещи. Но это, эти вещи внесены, этот багаж внесен извне. Можно использовать этот багаж, но понимать так, что это не еврейский, библейский багаж. Я показываю еще, что, друзья мои, это западное абстрактное мышление, оно проникло не только в христианство и сформировало нынешнее христианство, но оно впоследствии проникло и в иудаизм, и в значительной мере трансформировало мышление раввинов и след за ними иудеев, рядовых верующих. И еще один момент. Взаимное обогащение христианства и иудаизма, обогащение, с моей точки зрения, в кавычках, происходило и в других отношениях. Помните, я говорил слово спекулятивно? Это чисто теоретически не имеющее отношения к практике. Особенно не основывающиеся ни на каком опыте. И вот такие размышления спекулятивные, они стали на какой-то период, на века самодавляющими не только в главных христианских школах богословствования, но и в иудейских школах богословствования. Люди писали целые тома, дискутировали, собирали целые съезды, соборы, для того, чтобы обсудить какие-то выеденного яйца, не стоящие проблемы. Проблемы, не имевшие реального отношения к жизни верующей. И более того, настоящими богословами считались те, настоящими учеными богословия считались те, которые как раз были оторваны от действительности и полностью погружены в это теоретическое спекулятивное умствование. Это века продолжалось в церкви, получило название «сколастики», но на самом деле это вошло и в иудеисте. Но если в церкви это уже практически полностью ушло в прошлое, и в современном церковном богословии это не приветствуется ни где, ни в какой конфессии, то во многом в иудаизме это еще остается. Ярчайший пример этого, так называемый пил-пул, это, я бы сказал так, это интеллектуальная игра словами, абстрактными понятиями, формулировками и комбинациями букв из Священного Писания. Там, вы понимаете, там просто закручивание было таким, что, ну, чисто еврейская тема была, ну, которой в церкви не было, это была гематрия. Это такая хитрая наука построена на числовом значении букв еврейского алфавита. И это продолжается очень широко. Если пил-пул сильно ослабел с 19 века, он еще продолжается кое-где, но это уже не основное движение в иудаизме, то гематрия расцветает. И что еще характерно для иудаизма, это оккультное богословие. Я думаю, вы все понимаете, о чем я в первую очередь говорю. Это каббалистика. Это каббалистика, это оккультное богословие. Это гностическое и в своем практическом применении оккультное богословие. На самом деле это стало развиваться не так давно. Книга Зугар, это Тора Каббалистов, была издана в 16 веке. Насколько я помню. В 16 веке. 1500 каком-то. Но, когда ее издали, претендовали на то, что она была впервые написана во втором веке. Ну, на самом деле это просто, знаете, как псевдоэпиграфы. То есть, те книги, которые писались для предания им авторитета, выдавались за книги великих авторов прошлого. Вот, поэтому эту книгу пытались приписать одному из светочей Талмуда. Вот. Но написал ее Искак Лурия в 16 веке. Сейчас, натурально, многие иудейские авторитеты считают эту книгу частью Тора. Ссылаются на нее, как на такую же авторитетную книгу, как на Тору и на Талму. Вы должны понимать, что, когда вы встретите в иудейской литературе слово Тора, это совершенно не обязательно будет значить эти книжи и Моисея. Это может значить эти книжи и Моисеево. Это может значить эти книжи плюс Талмуд. Это может значить эти книжи плюс Талмуд плюс Зогар. Это может значить, что эти книги плюс Толмут, плюс Загар, плюс различные нормативные книги, выдающиеся раввинов, в которых они верят как в маму и папу. Или что-то из этого. То есть иногда говорят «Писменная Тора» и «Пкусная Тора», но у меня есть книги, где просто Тора употребляется для обозначения всех этих книг. И иногда даже Торой обозначается только Толмут, Торой обозначается только Загар. То есть цитируется Загар и говорит, как написано в нашей Торе, цитаты из Загара. И все, и там больше нет цитат из этих книжек или даже из Толмуда. А иногда, это я просто читал, у меня есть эта литература. Говорится, цитата из Торы, а цитируется какой-то цадик вообще. Цитируется какой-то выдающийся раввин средневеков. Даже такой. То есть очень вот такое вот плавающее понимание. Как вы понимаете, когда такое происходит, то авторитет Писания размыт. На самом деле, те, кто говорит «Мы верны Торе», они даже не верны в буквальном смысле слова. Они говорят, народы мира назвали себя Израилем, раввины говорят, и тем самым согрешили против Божьего замысла в определенной мере. Это правда. В определенной мере народы мира в исторической церкви, в лице исторической церкви назвали себя Израилем вместо Израиля. Грех ли это? Грех. Пресловутое богословие замещения и прочее, прочее, прочее. Но что делают раввины? Они называют Торой то, что не есть Тора. Вы понимаете, дорогие? И широко это очень распространено. Это подмена. Вот. Хорошо. Нам надо это осознавать. И мы должны понять, дорогие, что мессианский иудаизм – это восстановление Слова Божьего как первоосновы всего. Это избавление от игры словами, игры теориями, игры философскими спекуляциями. Это возвращение к тому, чтобы Слово Божье прежде всего было сутью нашей практической веры и определяло все области нашей жизни. Только не в законическом ритуальном плане, а по духу. Потому что плоть не пользует немало, а дух животворит. Потому что буква убивает, а дух животворит. Произошло в 20 веке этих ужасов. Из-за того, что церковь приложила к этим кошмарам свою руку, по крайней мере, из-за антисемитской теологии традиционной церкви, оттуда черпали аргументы многие практические антисемиты, уничтожавшие еврейский народ. У многих христианских богословов, у них сложился определенный комплекс вины. Поэтому сейчас они вообще стараются никак не обречать иудейскую теологию. Они стараются не разбирать даже явные, вопиющие пробои этой теологии. Кучи так называемой антимиссионерской литературы, то есть антихристианских и особенно антимиссианских работ, написаны и пишутся современными раввинами. Но почти ничего нету из этой области в современной христианской теологии. Кто в какой-то мере чуть-чуть восполняет этот пробел, это как раз мессианские евреи, это как раз служители мессианских общин, учителя в мессианских общинах в этом движении. Я тоже сказал вам важную вещь сейчас, не буду ее развивать, просто подумайте о ней. Итак, мессианская теология, это теология цельности, это теология цельности Бога с человеком, цельности. небесной и земной жизни. Это теология цельности в избранном народе, избранном народе, Израиле. Это теология цельности избранного народа, духовных потомков Авраама из всех народов. это теология цельности жизни и служения. Потому что в первой мессианской общине и в мессианских общинах первых поколений не было разделения на служение и жизнь. Вся жизнь человека была служением. А в особенной мере служением было то, что он делал по местной общине или среди общин. То, в чем он был подотчетен, то, что было постоянной обязанностью, то, что могли проверить другие и должны были проверять. Но все было цельно. Это не так, как в современной жизни. Вот мое служение, я отслужил, а в остальном это все принадлежит мне. Все принадлежало Богу. Все должно было отдаваться Богу. Потому что не может быть мессианским учеником тот, кто не отрешится от всего, что имеет. Это не так, как в современной теории преуспевания, в ее крайностях. Пожертвуй чем-то, отдай Богу что-то, и за это Бог благословит тебя в твоем. В том твоем, чем ты сможешь пользоваться в свое удовольствие. Такого подхода не было. Все должно было доверяться Богу. И уже Бог определял, что из этого, и когда, и как, и кому ты отдашь. Это снова ответ на вопрос о десятинах. При таком подходе специфические правила десятины, как таковой отпадает. И почему оно должно существовать пока что? Это из-за того, что не произошло еще в современной церкви настоящего, еврейского, мессианского восстановления. Особенно я умиляюсь, когда слышу разговоры о десятини времени, о десятини всего. Откуда это взялось, вообще не понятно. Потому что, если материальная десятина понятна, она все-таки в Библии, то десятина времени вообще непонятно, откуда взялось. А остальное, пожалуйста, твое. Только явно не греши, братишка. Понимаете, это не то вообще. Это греческое мышление по разделению. Это разделение на жесткие сферы. Сфера, принадлежащая Богу, сфера, принадлежащая местной общине, сфера, принадлежащая мне, сфера, принадлежащая маме с папой, сфера, принадлежащая жене и детям и так далее. На первом месте Бог, на втором семья, на третьем работа, на четвертом служении. Совершенно не библейский подход. Я понимаю ситуации, которых пастыря иногда так учат. Может быть, знаете, как просто, как временное средство выхода из какого-то кризиса или тупиков, это еще подойдет. Для людей, которые, например, так заслужились, что они не помнят, как зовут жену, сколько у них детей. Я согласен. Понимаете? Это понятно. Или для людей, которые говорят, зачем мне работать? Я Богу служу, а Бог меня так благословляет, а то, что он каждые два дня напрашивается в гости к новым людям, которых беззастенчиво обжирает, а еще потом смотрит глазами олененка Бэмби на них, и они не могут не дать ему гривен здорового. И это продолжается месяцами и годами. Вот. Понятно, что для таких нужно, ну, на какой, по крайней мере, пока они не придут в Божью норму, показать им, что некоторые временные жесткие приоритеты. это все равно, что, например, для новообращенных нужен некий закон поведения на первом этапе. Особенности эти новообращенные ввели асоциальную жизнь. Например, были бомжами, наркоманами, сидели долго в тюрьме и прочее, прочее. без четкого закона определенной дисциплины, по-другому сказать, их повседневной жизни, они не смогут эту жизнь доверить, отдать Богу. Но это не значит, что этот закон должен теперь стать для них, как Слово Божие, как заповедь библейская на все оставшуюся жизнь. Конечно же нет. Этот закон, он должен подвести их к состоянию взрослых сыновей Божьих. Подвести их к состоянию тех, которых будет вести Божий Дух. Конечно, по Слову Божьему. И тогда эти дополнительные правила, как временные подпорки, как ходунки, как костылики, отпадут, и они уже смогут идти по Духу сами. Понятно? Чтобы не было крайностей, чтобы... Вот. Ну хорошо. Эх, тема сильная про эту цельность. Я еще не сказал обо всем, в чем проявляется и должна проявиться цельность мессианской теологии. Но просто запишите. Мессианская теология это теология Шалома. Мессианская теология это теология Шалома в полном еврейском понимании этого слова. Вы знаете, конечно, все, что Шалом это слово гораздо более глубокое и объемное, чем русское слово мир, которым обычно Шалом переводится. Шалом значит прежде всего как раз не мир, то есть состояние, когда нету войны. А если и мир, то состояние, когда нету не просто войны, драки, ссоры, а состояние доброго отношения. Те, которые пребывают в Шаломе, у них добрые отношения. Я специально не употребляю доброго отношения между людьми. потому что ты можешь быть в Шаломе, несмотря на то, что к тебе отнюдь не Шалом. Нет, 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 это не то. Шалом это то состояние, которое в идеале вообще не зависит от других людей. И хочу сказать, есть слово во втором коринфянам 9 главе 8 стихе очень интересное. Обычно это место писания раньше приводилось в постсоветских харизматических церквах как подтверждение крайности теории преуспевания. И когда еще не было сильной вспомогательной литературы в году 92-м я поднял философские словари комментарии Баркли, это был первый комментарий, который появился, и на большом диспуте со сторонниками крайности этой теории я показал им, я тогда предупредил их, я знаю, что вы будете полагаться на одно особенное место, а я молился и я знал, что это место будет основополагающим. Я говорю, вот я принес литературу, которая покажет вам, что ваше толкование этого места неправильное, и они действительно, я не сказал им, какое место, потому что я боялся, что они изменят свой подход, поэтому они все-таки взяли это местописание и построили на нем свою аргументацию, и когда они закончили свою аргументацию, Йов вытащил справочную литературу и показал им, что они неправильно понимают греческие оригиналы этого писания. Там написано, вы уже нашли это место, да? Бог силен обогатить вас, чем? Всякой благодатью, чтобы имели всякое довольство. Слово довольство, как вы понимаете? что достаток, чтобы вы были довольны, тоже обеспечение. Вот многие понимали это, как вот поставить на довольство, как армейское материальное довольство, достаток, обеспечение. На самом деле, это действительно слово, которое вообще это древний греческий термин, хороший греческий термин. Слово это авторкия, которое значит внутреннюю самодостаточность истинного мудреца. Ему не нужно ничего извне, чтобы находиться авторкия, удовольствия, шалон. это слово именно обозначает внутреннюю цельность и внутренний мир, который не могут поколебать внешне. и на самом деле это слово оно как раз лучше оттеняет многие смыслы понятия шалон. Но понятие шалон также значит гармонию и цельность. поэтому слово Ярушилай некоторыми иудейскими авторитетами древности, в частности в Палмуте, переводится как город цельности. Если взять узкий перевод того, что написано и это вы знаете это правильно, потому что есть непосредственный комментарий к этому в Палмах. Ярушилайм город слитый воедино. И вот таким образом Ярушилайм в Библии стал прообразом всего еврейского народа, который должен был стать образцом для всех народов, которые должны были соединиться в едином Господе Ищуам Ашиахе. В одно, воедино. И поэтому Господь в частности называется Адонай Шалом. И вот мессианская теология это теология восстановления этого всеобъемлющего Шалома в жизни и всех общениях верующих. то есть да, мира, но не только мира, который говорит не война, но мира дружественного, доброго отношения к другим. но не только этого. Гармония, то есть сбалансированности это то, что выражает в некотором отношении слово кроткий. греческое слово переводимое как кроткий в новом заводе. Сбалансированности есть некоторая параллель соответствующим еврейским словам. Сбалансированность, гармония, правильное соединение различных частей, которые опять-таки не враждуют друг с другом, не мешают друг другу, не противоречат друг другу, не конкурируют друг с другом в неправильной конкуренции, не выживают, не подсиживают друг друга, не превозносятся друг на друга, не унижают друг друга, но дополняют, усиливают и раскрывают друг друга до полноты. И уже вот это первое и второе значение приводит нас к ценности. Ценности, которую на самом деле явил миру сам Ишу. Сын Божий, истинный Бог, согласно первому Иоанну, последний главен, он явился истинным человеком. До сих пор не для одного богослова непостижимо, как это может быть среди мира. поэтому те, которые пытаются понять дух Нового Завета, смысл Нового Завета, основываясь только на букве Тор, не приходят в недоумение и размещаются. Это я вам должен сказать, что ряд мест Торы прямо оказывает, что Бог един, но это составное единство. И те, которые хватаются за букву Торы в других случаях, здесь говорят, мы не можем говорить, что Аллахим это множественное число, мы не можем говорить, что там глаголы, мы не можем говорить, если Бог говорит мы, то это действительно Бога себе, мы не можем говорить, что если там Дух Божий это личность, говорится о нем как личность, он действительно личность, это просто так написано, но смысл другой, вы понимаете, на самом деле даже буква Торы подтверждает, но нужен Дух Нового Завета, и это тот же самый Дух, которым дана Тора в Писании Пророка и вообще Писании, только этот Дух может дать скажем так, неформальное понимание цельности личности Ишу, потому что Ишуа это не две личности, это единая неразделенная личность, божественная человечество, Таким же образом только в шаломе можно понять цельность личности человека, Духа, Души и Терра. Вообще краичность Бога, краичность человека, краичность патриарха и еще многих других понятий, она явно показывает на исходную краичность, которую я начал в краичности на самом деле, согласно книге, даже книге Зогар, Бог краичный. И многие ортодоксы и кубалисты, когда спорят с христианами, мессианскими евреями, они рассчитывают на то, что мессианские евреи это, и тем более христиане это вообще не знают. Но книга Захар, там говорится о тройственной личности Бога. Причем он говорится на одном праве. И это действительно соответствует Торе на руках и вот эта ценность личности Ишуа, она также включает в себя удивительный факт, что Ишуа это не просто он стопроцентный, он настоящий человек и он не просто был человек он и есть человек И у него не только было тело в Ихминской обновленное прославленное но в некотором смысле тоже тело в котором он жив Это как с Новым Заветом тоже Новый Завет это новый Завет но в некотором смысле он тот же Завет который был данной силы иван пишет первому она мы читали заповедь не новую древнюю пишу вам вы ее слышали от начала и в то же время заповедь новую и мало того шалом шалом еще цельность единство его личности включает себя его еврейс по телу от них же от братьев моих по телу о плоти и сам господь и дальше и неоднократно потом он называется что он лев из колена и отрасль давида то есть не вообще даже еврей а конкретно еврей из царского рода давида это очень важно и мало того что он был таким мало того что он есть такой он и вернется таковым и поэтому когда он вернется таковым то узнают его все евреи они примут его как своего машех вен давид мессия сын давида а не просто некий абстрактный божественный мессия или некий даже абстрактный гуманистический общечеловеческий мессия хотя он бог хотя он абсолютно человек настоящий но он также и стопроцентный еврей ты не просто еврей из колена и гуды из рода давидова и это тайна божия которая здесь на земле никогда до конца не раскроется но будет все больше и больше открываться изнутри для тех которые стали верующими не по заповеди плотской но по силе жизни вечной не пристающий это относится к основам мессианской теологии составное единство относится ко всем областям мессианской жизни сама библия первая часть библии тора вторая часть библии трое третье потому что там хронология пророки и китовым писанием третья часть новый завет третья особенная она отличается предыдущих но все они составляют едины то есть четвертое особенно они составляют единую библию единое божье слово опять как это а вот понятно один важный принцип друзья мои то то что в новом завете не отменено или не изменено из старого завета я не имею ввиду скажем из книг танах то есть давайте так то что не отменено и не изменено скриптонах она также действует сейчас те заповеди с обетованиями условиями обетования условия сами запад которые отменены или изменены они принимаются по новому завету если вы возьмете этот принцип у вас сразу многие запутанные вопросы прояснятся но для этого нужно изучать все библии поэтому друзья мои если вы хотите входить в это большое святое и становящиеся постепенно глобальным восстановление вам нужно изучать слово божье вот и все таки я не смогу не закончить с третьей главой деяния апостола и так третья глава деяния апостола которую мы с вами вчера читали мы остановились с вами на том что петр очередной раз остановиться вы помните да и и в этот раз он остановился не собираясь остановиться и в этот раз то что происходило было неожиданно тут таки написано хотя петр шимон продолжился ланом свое движение внутрь храма на молитву как вы помните не на жертвоприношение она молит это и было их цель они остановились они отвлеклись они потеряли время произошло великое чудо парализован и стучи начал танцевать прыгать славить бога народ который видел это был полностью потрясен и даже пришел священный ужас но наши апостолы они продолжили туда куда они шли но так как 11 стих исцеленный хромой не ходил от петра и иоанна то весь народ в изумлении сбежался тоже к ним в притвор куда они в этот момент вошли что было делать увидев это петр сказал народ то есть он был поставлен перед новым фактом огромные стечении братьев евреев да ну женщины туда не могли заходить огромные стечении мужей израильский вокруг них что делать дальше пришлось полностью забыть о главной цели своего путешествия во храм тогда он остановился снова поддавшись святому духу тогда он смотрите это опять для нас пример очень простой если мы будем покорны господи если мы не будем выдавать наши понятия наши планы наше теологическое образование которое полно предрассудка если наши традиции не будут для нас главнее божьего слова и движение божьего духа если правила временные правила условные правила нашей жизни не будут жестким законом и мы будем понимать что бог может использовать эти правила в любой момент может их нарушить тогда мы можем возрастать и утверждаться во взрослом сыновстве у нашего небесного отца и вы помните какой главный признак такого взрослого сыновства что все взрослые сыновья они вводимы духом божьим у духа господня есть постоянный доступ это не обязательно напрямую опять так это через слово божье это через обстоятельства здесь например толчком Шимон опять было то что Шимон увидел толпу народа обступивший их и он понял что они не могут просто дальше идти не пробиваясь через эту дорогу и он остановился и это снова открыло его новому излиянию святого духа новому определению божьего духа но дух божий особенно может также действовать через людей он может действовать и особенно всегда действует через духовную власть которой сами апостолы были но на тот момент у апостолов не было высшей земной духовной власти они были духовной власти для других верующих но сами они для себя духовной властью не были то есть то есть один апостол не властвовал над другими на тот момент потом бог поднял брата Ишуа Якова который впоследствии стал старейшиной апостола тогда было очень интересное время и в это время дух божий учил их следовать его внушениям его слову его показаниям то есть тому что он показывал так же как они следовали за Ишуа только еще более верно ясно и четко и он учит нас через них именно то что Шимон был настолько чувствительным именно сделало помогло ему осуществить пророчество Ишуа и назначение Ишуа его как бы как это можно сказать неформальным основным апостолом если Яков потом стал формальным то почему он стал неформальным и он сказал мы же израильский что удивитесь этому что удивляетесь или что смотрите на нас как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то что он Бога Враама Исаака и Якова Бог отцов наших прославил сына своего Ишуа которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата когда тот полагал освободить первые слова первые слова друзья первые слова это про возглашение нового завета потому что он доказывает братьям евреям какими бы мы праведными ни были мы ничего не смогли бы сделать своей праведностью это основание нового завета Ишуа пришел потому что вся праведность его избранного народа не говоря уже о праведности других людей потерпела пиаз никто не может стать праведным даже с помощью Божией никто не может достичь своей праведности даже если будет искренне верить Богу единственный выход праведность Бога праведность его сына но даже если мы входим его праведность это не позволяет нам стать чудотворцами и спасителями других людей все равно только его сила только его любовь действующая через нас может творить любые чудеса и спасать человеческие души это закладка фундамента нового завет блаженство нищих духа остается основополагающим блаженством не только в начале пути с Богом но и всегда должен напоминать себе что ты нищ и сам не можешь ничего и не просто мучиться от этого а наоборот входить в блаженство Божие входить в радость в полной зависимости от Господа ты понимаешь что не наши 50% не наши 30% не наши 10% не наши 2% и божьи но только Божьи 100% могут дать нам совершить полноту спасения и всю волю весь план Божий для нашей жизни это чудо совершил перед вами не я не Ваня но совершил это чудо наш с вами единый Бог наш с вами единый Бог и это тот же самый Бог который заключил завет с отцами нашими и как он это сделал перед этим он позволил допустил вам по вашему злому выбору отречься от Машех а почему он говорит вы отреклись правда странность не странно потому что перед этим многие из них провозглашали его сыном Давидовым царем Израиля сыном Божьим и спустя пару дней они от него отреклись когда увидели его внешнее поражение внешний позор вот это старая традиционная иудейская вера которая фокусировалась на внешнем она должна была быть сушена должен был раскрыться мессианский иудаизм который менял сердце был направлен сердце и исходил из сердца и он дважды это повторяет языческий префект языческий управитель на самом деле понтий Пилат не был прокуратором потому что прокураторами эти управители стали называться только в 40-х годах приклад будем называть его прокуратором как привычно языческий префект или прокурат не знающий нашего бога был зацеплен богом и хотел освободить сына нашего бога которого перед этим вы прославляли но вы отреклись и отдали его на смерть и кого вы предпочли ему вы предпочли внешнего ревнителя того который по внешним понятиям стоял за делом народа вы предпочли того который пытался жалкими человеческими и внешними средствами восстановить Израиль а начальника жизни 15 стих убил но бог именно его воскресил из мертвых чему мы свидетель то есть именно тот кто был распят и положен в могилу был воскрешен бог это не какой-то другой мошел это не то что предполагали разные юридические учения тот же самый ешев в том же теле мы только обновлены мы прославлены 16 стих а 15 чему мы свидетели он говорит может быть многие из вас помнят какой я был трус как нам было страшно как мои братья разбежались а я отвекся я отрекся я трижды отрекся от него а теперь я стою и обличаю вас и обличаю так вот друзья это произошло это невероятная перемена и все чудеса происшедшие потом и это чудо произошли из-за того что мы увидели его воскреш мы здесь стоящие мы живые свидетели того что он живой поэтому мы теперь не боимся поэтому мы можем говорить всю правду и мы будем ее говорить во чтобы это не стало и это будут не просто слова чему вы свидетели скачущие и ради веры во имя его имя его укрепило вот этого прыгателя которого вы видите и знаете точно это же тот он же и вера которая от него того того который сейчас там но еще недавно был здесь был прошедший смерти ады воскресший из мертвых являвшийся на мне один раз и затем вознесенный во славе и вот он родил в нас такую веру вера которая от него даже сама вера она не наша мы ее не выработали путем долгих умозаключений изучения Туары а мы ее вообще не понимали пока он нам не открыл или серии добрых поступков он и веру самую вложил в нас как личный дар его любви и вот вера которая от него даровала вот этому исцеление вот это перед всеми вами он сначала объявив себя свидетелем всего того безбожного что они сделали и они понимают что он это все знает и они понимают что он был один из них фактически он потом объявляет себя свидетелем величайшего чуда в истории еврейского народа и всего человечества воскресение из мертвых того кто ими было дано смерть и потом он говорит вообще все что теперь происходит с нами доброго происходит от него и даже вера по которой его сила сошла на этого бывшего парализованного и сделала его здоровым сильным и радостным даже вера через которую это произошло и то не наша вера и это его вера все от него все в нем все во имя его все к нему и и вы теперь этому свидетелю он их подводит под ответ он не говорит ну вы же свидетели ну вот как вы думаете он говорит вы этому свидетелю и он говорит смотрите в одной вере в одной в одной фразе большой он говорит слово это это 15 стих вот этого еще которого вы знаете вы видели именно его Бог воскресил измерть и ради веры во имя его имя его укрепило вот этого человека которого вы видите и вы знаете что это тот же только он теперь другой и вера который от него одаровал ему исцеление вот это чудо исцеления перед вами и мы вот эти свидетели его воскресения все это 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 вы понимаете то есть недалеко и то но близкое к вам это вам некуда деваться ребята бог вас прихватил если вы действительно мужи израильские если вы за веру отцов подвязаетесь за веру статую царя и отечества если вы действительно верите богу то теперь с вами должно произойти что-то невероятное господь тот которого вы знали уничиженным избитым раздавленным и мертвым он предстал обновленным живым прославленным великим и мы которых вы знали жалкими разбегавшимися меня отрекшимся трижды вы знаете теперь видите нового совсем другого и этот парализованный которого вы знали что он от рождения не ходил он теперь не только ходит бегает и скачет вы знали какой он был унылый и дохловатый и только на деньги на подачки надеялся а ему теперь ничего не нужно у него есть бог и все бог все это произошло с ним с нами с ним и теперь это должно произойти с вами потому что вы свидетели и дальше он говорит а дальше он говорит впрочем я знаю братья что вы как и начальники ваши сделали это по невидиму он говорит я сказал вам правду о том что вы сделали вы действительно совершили великое преступление вы действительно отреклись от того послания которого вы ждали вы действительно отвергли мессию на которого надеялись но теперь он вам доказал себя и если бы вы понимали все таки что вы тогда делаете вы бы этого не сделали поэтому на самом деле дорогие бог продолжает вас любить и я один из вас тоже попавший в страшную торбу и вытащенный богом из него говорю вам бог понимает что вы не понимаете и даже те которые вас подзуживали и привели к этому преступлению еще преступление больше чем ваше и то мы сделали это по неведению но сейчас бог заканчивает времена неведения и всем повсюду повелевает покаяться это уже из другого обращения другого апостола и к другим людям язычникам в Афина но суть та же заканчиваются времена неведения заканчиваются времена мрака настало время истинного знания а не подделок и не законнических замен настало время истинной правды потому что явился тот кто есть знание и правда тот в ком все знание вся правда вся истина весь свет бог же как предсказал устами всех своих пророков пострадать мессией так исполнил и еще скажу вам братья смотрите это произошло не просто так произошло не то что оказалось неожиданностью для бога бог знал что все так будет но мало того что бог знал что все так будет бог предвидел это эту страшную трагедию но он предупреждал нас так или иначе через всех пророков посланных нашему народу нашим отцам и к нам лично поэтому не думайте что ваше преступление нарушило ход истории невероятным образом даже ваше преступление и мое отречение бог использовал для того чтобы совершить свой предвечный план итак покайтесь и обратитесь поэтому поэтому вы можете войти в этот план теперь уже сознательно теперь уже покорившись богу не войти в него косвенно как бунтовщики не войти в него как противники божьи не войти в него как та преграда которую бог использует для того чтобы усилить поток но войти в него как настоящие божьи дети как дети по вере Авраама Исхака Якова как дети которые хотят вернуться к своему небесному отцу от которого вы удалились хотя вы здесь на празднике вы здесь в храме вы здесь чтобы сохранять свою традиционную религиозность но это все теперь не играет решающей роли вам пора совершить шву поэтому покайтесь совершите эту шву вернитесь к богу обратитесь чтобы загладились грехи ваши не только этот грех но и все грехи потому что без умершего и воскресшего ни один грех не изгладится чтобы но на этом не заканчивается сделайте это чтобы пришли времена от рады от лица господа чтобы пришли некие времена от рады от лица господа имеется ли здесь ввиду их личное спасение здесь говорится о какой-то новой эпохи каких-то новых временах для всего израиля для всего человечества потому потому что ну тут такие формулировки специфические тут не написано чтобы к вам пришла отрада или чтобы у вас настала другая жизнь времена оказывается скажите пожалуйста покаяние мужей израильских делается условием чего прихода времен отрады для людей оказывается это согласуется с 11 главой рима оказывается покаяние евреев именно как евреев потому что здесь все к ним обращено именно как евреев важно для того чтобы времена отрады пришли и чтобы послал он предназначенного вам еще 21 стих которого небо должно было принять до времен совершения всего что говорил бог устами всех святых своих пророков от века и опять здесь говорится о том что пророки пророчествовали не только о смерти не только о воскресении его измертых но произошло еще нечто он вознесся и сейчас он одеснул отца на небесном престоле и он будет там находиться небо должно было его принять и небо его будет удерживать отец Продолжение следует...